Всем доброго времени суток! С вами SilentMashica, и на этот раз моё внимание привлекла недавно вышедшая игра под названием Tower. Она представляет собой игру жанра Tower Defense, но на этот раз вышка имеется лишь одна, и на неё прут всяческие вражины со всех направлений. Сюжетная подоплёка такова, что некая Галактическая Империя Дронов потребовала от Тауреи передать и продвинутые вооруженные технологии. Те отказали, в результате чего таурейцев объявили террористами и началась война. Дроны Тауреи не оказались способны самостоятельно отразить вторжение, потому местный Верховный Совет принял решение передать полномочия более примитивным и агрессивным формам жизни, то есть нам, игроку. И потихоньку мы начинаем вливаться в процесс сопротивления Империону, наращивая силы Тауреи для ответного удара. По факту, геймплей этой игры можно поделить на две составляющие, и начать стоит с более интересной части – боевой. Каждая миссия начинается одинаково – с приземления вашей главной вышки и конвоя сопровождения, будь то дополнительные вышки или союзные войска. Выглядит каждый раз эпично, учитывая постоянно увеличивающийся размер вашей армии. Поначалу вы сможете влиять на исход битвы лишь стрельбой из главного калибра – только над ним у вас есть полное управление. Всего, кстати, имеется 8 пушек для вашей главной вышки – 4 основных и 4 вспомогательных. Одновременно можно использовать одну основную и одну вспомогательную пушку, но их можно менять прямо на миссии, выбирая сперечни уже открытых. Также важным аспектом является строительство дополнительных вышек, которыми обрастает ваша цитадель. Их можно поделить на 3 группы – турели, защитные сооружения и здания для поддерживания союзных бойцов, будь то наземные или воздушные юниты. Разнообразие имеется неплохое – тут и ПВО можно поставить, и купол организовать, и устроить эдакую пародию на средневековую осаду с копьеносцами и лучниками. Странно только, что практически все миссии проходят без внутриигровой музыки, потому можете подрубить нечто из Властелина Колец, к примеру. Строительство тут реализовано таким образом, что поначалу вам придётся разблокировать местные строительные площадки, а уже затем строить вышки. Всего имеется три типа площадок, в зависимости от размера башен, с которыми они совместимы. При этом все разблокированные площадки и вышки будут сохраняться между миссиями. Радует в этом деле то, что на создание юнитов не требуются ресурсы – достаточно построить здания и всё. Также за разрушенные здания вам возвращают все затраченные на постройку ресурсы, потому главным является лишь достижение победы. Немаловажным здесь является и применение активных способностей – поначалу вы откроете заморозку времени, а позже будут доступны подавляющий гон лучников, восстановление щита и прочие прелести жизни. Они имеют не маленькое время отката, но способны повернуть ход боя в вашу поезду. Что касается самих миссий, то их имеют несколько типов. Стандартным является Вторжение, в рамках которого вас атакуют разные типы врагов. Также имеется режим с десантирующимися врагами, осадный режим с вражеской техникой, налёт воздушных войск противника и битва с боссом, но об этом позже. Теперь уместным является посмотреть на вторую часть игры, которая выступает в качестве подготовительной фазы между миссиями. В первую очередь это касается Окна Компании. В Мироход ображается статус контроля над планетой. Если Империон полностью захватит планету, наступает конец игры, иных условий поражения нет. Даже если вы проиграли схватку, вы сможете сражаться дальше. К тому же вы получите ресурсы за участие в миссии. К слову, справа имеется окно выбора задания. Там размещают от одной до трёх миссий. Выбирать стоит в зависимости от того, какие ресурсы вам нужны. Они требуются для исследования и строительства. Сама игра устроена в эдеком пошаговом темпе, где ход равен одному дню. За один день вы можете принять лишь одну миссию, покинув все остальные. Победа или поражение меняют степень вашего влияния на планету, но покинутые миссии всегда приводят к унижению влияния. Обычно вы можете перевесить утраченное влияние победой, но за игнорирование некоторых миссий будут снимать больше влияния. В общем, нужно балансировать между выбором наград и сохранением влияния. Внизу вы можете наблюдать ресурсы, доступные в данной игре. Основным является энергия – эдакая универсальная валюта, которая нужна везде и для всего. Далее представлены три ядра для зрительства и три кристалла для исследований. Говоря про исследования – древ открытий тут нельзя назвать маленьким, но и большим тоже не назовёшь. Тут вы открываете вооружение для основной вышки – оно сразу будет доступно для использования после исследования. Тут же исследуются навыки и вышки, ровно как и улучшения для всего добра. Например, можно улучшить начальную пушку, добавив ей бронебойные пули, или улучшить лазер, добавив дополнительный урон против щитов. Всегда имеется нехватка рисунков, ресурсов, потому приходится планировать наперёд. Но начало игры довольно лёгкое – первые дни 5 можно не париться. Отдельной вкладкой также выступает кузня – самый странный аспект игры. Здесь вы можете перековать ваше оружие, чтобы повысить его урон, но процесс этот завязан на рандоме – как будто мы имеем дело с заточкой в корейской ММО. Затрачивая ресурсы, вы можете как повысить, так и понизить урон своего оружия в установленных рамках. Эти рамки можно прокачать и до максимума, перековав оружие 10 раз. В общем, дело это затратное и выглядит странно, как для одиночной игры. Но так уж решили разработчики – коих тут имеется одна штука. Условием для прохождения игры является победа над боссом – кораблём-владыкой. Он прибудет на 50-м дне. Если вы не сможете его удалить, он будет появляться каждые 25 дней. И скажу я вам сразу – вы не сможете его победить в первый раз, ибо это практически невозможно. Корабль имеет слишком высокий показатель брони щитов, плюс нескончаемая толпа вражин вас смешает с грязью, что немного грустно, но таким образом можно хотя бы узнать, к чему готовиться. Плюс, за проигрыш вы не потеряете влияние над планетой, так что вы ничего не теряете, что, как по мне, немного странно. До 50-го дня я добрался за часа 3, уже знав основы игры. Фарм до 75-го или 100-го дня должен занять не больше. После победы над боссом вам откроют бесконечную войну, уже без босса, что, как по мне, является одним из недостатков игры, ибо она является несколько короткой и монотонной. За 50 дней вы столкнитесь со всем, что может предоставить эта игра. Всё остальное уже чувствуется искусственно растянутым. Но участие в адыких масштабных осадах является привлекательным, хотя эти стычки тоже не длятся дольше трёх волн. Разнообразие локаций тоже не велико. В основном оно заключается в показе разных биомов. Но графика лично мне понравилась. Поначалу мне это напомнило Дарвиния, старенькая стратегия с похожим дизайном. Но быть может, что графически стоит сравнивать эту игру с минимумом, хотя эта игра уже давно закрылась, да и вряд ли она основала такой графический жанр. По итогу мы имеем неплохую игру жанра Tower Defense с примесью стратегии. Интересно посмотреть будет за будущим проекты, ведь было бы уместно добавить больше контента или поддержку модов, но для начала мы имеем патчи с правками баланса. Сама игра стоит около 500 рублей, хотя пока что можно урвать немного подешевле. Быть может, что цена не совсем соответствует тому количеству контента, который игра имеет на данный момент, но найти нечто аналогичное будет трудновато, так что нельзя сказать, что деньги я потратил зря. Но я хотел бы узнать от вас, что вы думаете про эту игру, потому буду с нетерпением ждать ваши комментарии. Но от меня на этом всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока.